В 2018 году Новополоцку удалось добиться положительной динамики по многим показателям экономики. Объем привлеченных инвестиций вырос почти на 7%, прирост в розничном товарообороте также составил практически 7%. Выполнено задание по энергосбережению. В целом, город Новополоцк в минувшем году сработал с положительной рентабельностью. Вместе с тем, ряд задач выполнить не удалось. В 2018 году мы выполнили ряд показателей. Это показатели внешнеэкономической деятельности, это экспорт товаров и экспорт услуг. За 2018 год у нас трудоустроено, но созданы рабочими 100-525 граждан. Прямые иностранные инвестиции чуть превысили 2 миллиона долларов США. Мы не дотянули до 100% по строительным монтажным работам. Они у нас снижены на 4% к уровню прошлого года. Среднемесячная заработная плата тоже немножко не достигла доведенного задания. Введено в эксплуатацию чуть более 16 тысяч метров квадратных жилья. Это всего 58% от доведенного города задания. Говоря о задачах на 2019 год, было отмечено, что в нынешнем году объем строительства необходимо увеличить до 23 тысяч метров квадратных. Стратегическая задача на год нынешний. Также завершение проведения коммуникаций в градостроительный комплекс номер 4. Говоря о формировании бюджета на 2019 год, начальник финансовой службы города отметила, что за счет средств городского бюджета будут выполнены все социальные обязательства. На взгляд финансистов, приоритетными задачами на 2019 год это является обеспечение источниками финансирования расходов социальных отраслей. Это та корзина, которая доведена Министерством финансов, которую мы должны выполнить в любой ситуации. Далее это рост собственной ресурсной базы для увеличения расходов по другим направлениям. Здесь я имею в виду не только внебюджетные средства, но и собственные доходы в структуре городского бюджета. Ну и как следствие всех выполняемых задач на протяжении 2019 года, мы должны стремиться к сокращению дотационности бюджета города Новополоцка. Большие и серьезные задачи перед нами стоят. Это по развитию социальной инфраструктуры, по благоустройству территорий городских. Нам надо строить детский сад в новых микрорайонах. Мы видим, что исходя из складывающейся ситуации, мы можем только на существующем уровне поддерживать состояние нашей социальной сферы. Причем основная часть в расходах – это заработная плата наших бюджетников. В складывающихся финансовых условиях руководителям предприятий и организаций города поручено проанализировать работу своих предприятий и найти резервы для развития. Ведь приоритетная задача экономики города – развитие имеющихся мощностей, создание новых производств и рабочих мест. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.